С участниками долевого строительства встретились власти региона. На встрече обсудили достройку домов застройщиков, банкротов, а также внесенных в реестр проблемных. Кроме того, были озвучены меры социальной поддержки дольщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тему продолжит Елена Тимонина. На сегодняшний день в Ульяновской области 21 проблемный объект. Где-то осталась лишь отделка, а где-то только котлован вырыт. Более 2000 участников долевого строительства оказались в сложной ситуации. Спасибо, что хотя бы вы нас собрали и начали выслушивать. Мы к вам обращаемся просто как человек к человеку, как представителям власти, которые имеют больше полномочий решать вопросы людей. Потому что если выслушивать каждого, это будет очень сильное эмоциональное выступление, за которым стоят судьбы и жизни людей, которые годы не прибавляют маме. Вот 10 лет квартиру ждали. Это ЖК молодежная. Мама Татьяны Камкиной ушла из жизни, так и не дождавшись новой квартиры. Для завершения строительства проблемных объектов, находящихся в едином реестре на 2020 и 2021 годы, требуется 2,5 миллиарда рублей. Из Федерального фонда защиты прав граждан участников долевого строительства поступит около полутора миллиардов. Опять же, не сразу. И не все на достройку. В августе в регионе начала работать оценочная комиссия фонда по объектам застройщиков, признанных банкротами. По результатам проверки, скорее всего, в сентябре будет принято решение о достройке или выплате компенсации дольщикам. Я отвечу на, возможно, сразу появившийся вопрос. Какая это будет сумма, что вы потеряли, когда вложили деньги, и сегодня они приобретают там другой, наверное, покупательский ресурс, оценивается сегодняшнее рыночное состояние подобного квадратного метра, ну там в радиусе где-то 500 метров подобных объектов. И, исходя из вашего соглашения, уже человек, ну участник долевого строительства, будет получать эту компенсацию. А пока обманутым дольщикам оказывается адресная материальная помощь. Правда, не всем. Сейчас ее получили 103 человека. Общая сумма около 17 миллионов. Один раз в год. Но рассматривайте ситуацию комплексно, Алексей Владимирович, и выплаты достаточно серьезные, и в том числе есть выплаты и на погашение ипотечных сумм, которые платят люди ежемесячно. Выплачивайте, давая сумму, чтобы человек в течение года мог оплачивать эти суммы. Но это рассматривается строго индивидуально. Телефон горячей линии 48 08 56. Для завершения строительства многоквартирных домов компании «Запад», которая пока не признана банкротом, из областного бюджета уже перечислено 150 миллионов рублей. Эти деньги позволили завершить строительство пяти домов по обе стороны Волги. Жилье получили более 400 дольщиков. Завершается строительство и еще одной многоэтажки. Три года мы ждем достройки нашего дома. И вот, наконец-то, радостное событие все-таки произошло. Спасибо большое за то, что выделили деньги на наш дом. И сегодня вот на объезде нам пообещали, что наш дом сдадут в начале ноября. На достройку жилых объектов компании «Запад» из областного бюджета будет выделено еще 93 миллиона рублей. Это позволит до конца 2020 года завершить строительство еще двух домов. Но в целом завершение строительства всех ныне известных долгостроев, по прогнозу специалистов, случится как минимум года через три. Елена Тимонина, Элла Шахова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.